В единстве представителей многонационального государства – залог успешного развития страны. Эта фраза стала одной из ключевых на форуме народов Юга России, который прошел 23 января в Кисловодске под руководством премьер-министра Владимира Путина. Участие в форуме приняла и делегация от Волгоградской области. Своими впечатлениями от мероприятия, где собрались представители 13 южных регионов, они поделились с нашим корреспондентом Екатериной Караваевой. Место проведения форума город Кисловодск стало знаковым, ведь на юге России проживает более 100 народностей, говорящих на различных языках, представителей различной культуры и вероисповедания. А значит, уверены участники форума, главная задача на сегодняшний день – найти рычаги успешного взаимодействия жителей многонациональной России. Мы правильную проводим политику в нашей ВУЗе, объединяя представителей различных национальностей и культур, давая, с одной стороны, всем высказаться как можно ярче, показать свою культуру, свой язык. С другой стороны, мы очень твердо держим государственную политику Российской Федерации, считаем очень важным укреплять общероссийскую идентичность. Уже с этого года мы открыли школы для изучения русского языка и русской культуры, в том числе для трудовых мигрантов, которые приезжают в наш регион и здесь находят место жительства. Мы поддерживаем школы. Старт форуму дал премьер-министр Владимир Путин. Его выступление было посвящено таким проблемам, как национализм, религиозная нетерпимость, терроризм. Этим темам была посвящена и вторая предвыборная статья председателя правительства. В частности, Владимир Путин отметил, что межэтнические конфликты лишь ослабляют мощь России. Экстремизм и религиозная нетерпимость отрицательно сказываются не только на социальной стабильности государства, но и разрушают экономическое партнерство между странами. Только в единстве национального многообразия – залог успешного развития. Но все усилия могут быть напрасными, если главная беда России – коррупция, останется непобежденной. Мы должны искоренить фундаментальные причины, порождающие коррупцию. И, конечно, мы должны обеспечить неотвратимость наказания за любое коррупционное деяние. Со своей стороны будем и дальше совершенствовать работу правоохранительных органов, судов, органов власти всех уровней. Общественные и правозащитные организации, средства массовой информации должны реагировать на каждый известный им факт мздоимства. Тему безопасного существования в многонациональном государстве на форуме затронули и члены нашей делегации. В ее состав вошли более 20 человек – лидеры национальных диаспор, духовенства, членов общественных организаций. По словам волгоградцев, большой интерес у них вызвали доклады представители Северо-Кавказского федерального округа. И в ходе мероприятия даже удалось заложить фундамент для дальнейшего сотрудничества. Вот эта поездка дала нам возможность еще больше взглянуть друг на друга. У нас был лагерь в прошлом году, межнациональный лагерь. И когда мы начали общаться с ребятами, членами делегации, вот с Казбеком мы стали общаться, он представляет осетинскую диаспору. И мы начали говорить, он говорит, а я не знал о таком лагере. И мы начали говорить о том, что мы можем делать совместные... И у нас родилось, что мы обязательно на 4 ноября что-нибудь сделаем совместно. Волгоградскую делегацию возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Баженов. Он отметил, что установление взаимопонимания между народностями – первостепенная задача руководства области. У меня есть большой опыт работы, можно назвать диаспоры, можно назвать общины национальные. И у меня есть опыт ремонта мечетей, строительства православных храмов на не бюджетные деньги, а на деньги от сообществ, граждан, предпринимателей, меценатов. И я думаю, что сегодня мы можем всех сплотить, такой шанс у нас есть. Форум народов Юга России в Кисловодске собрал более 300 человек из 13 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, представителей крупных региональных общественных организаций, молодежных объединений, духовенства. Первое подобное мероприятие Форум народов Кавказа и Юга России прошел в Сочи в 2004 году, однако в подобном виде мероприятие проводится впервые. Екатерина Краваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Кисловодска.